Согласно протоколу, из типографии бюллетени забирают члены городского избиркома в присутствии представителей правоохранительных органов. Первым делом уничтожаются бракованные бюллетени. На ликвидацию отправляют мятые бланки или с пятнами краски. Из общей партии было уничтожено 467 бюллетеней. Всего же типографии было изготовлено 232 900 бюллетеней для голосования на выборах в Совет народных депутатов областной столицы. Бланков хватит на 85% избирателей. Председатель гор-избиркома объясняет, существующее законодательство позволяет изготавливать бюллетени не на всех жителей, имеющих право голоса. В территориальной избирательной комиссии необходимо передать бланки минимум на 70% избирателей, учитывая, что на каждом округе свой состав кандидатов изготовлено было 25 видов бюллетеней. У нас 25 округов, вы знаете, что у нас теперь будет 25 депутатов избранных. Выдвинулось 214, я просто напоминаю. Часть из них, 33 человека, не дошли даже до регистрации по разным причинам. На регистрацию подали 181 человек, но зарегистрировано было 162. Вот 162 кандидата мы ожидали внести в списки в бюллетени. Но один из них от партии ЛДПР, сам я осмотрел заявление по личным обстоятельствам, он так написал, он отозвал свою кандидатуру. Изготовленные бюллетени сегодня были доставлены из типографии в территориальной избирательной комиссии, а к голосованию их привезут на участке. В ближайшие дни также из этой типографии заберут дополнительную бумажную продукцию, необходимую для выборов, в том числе и это приглашение. Всего на изготовление печатной продукции для выборов во Владимире было потрачено более полумиллиона рублей. Напомню, выборы во Владимире будут проходить три дня с 11 по 13 сентября. Сейчас у кандидатов этап агитации. В городском избиркоме говорят, компания в целом проходит спокойно. Всего поступило три жалобы, но по итогам их рассмотрения нарушений избирательного законодательства выявлено не было.